Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 5 февраля и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овны. Произойдет повышение по службе. Никиту Хрущева в 1944 году назначили председателем Совета Министров Украинской ССР. На этой должности он пробыл до 1947 года, а затем вновь был избран первым секретарем ЦК КПБ Украины. Тельцы. Предстоит сражение с неприятелями. Русская армия в количестве 115 тысяч человек под командованием Ивана Дибича Забалканского в 1831 году двинулась на Польшу. Перед войском стояла цель подавить восстание, вспыхнувшее в конце 1830 года. Близнецы. Возможно, смените фамилию или имя. Столицу Киргизии Фрунзе в 1991 году переименовали в Бишкек. Город Бишкек был известен с 7 века как городище Джуль, что означало «кузнечная крепость». Раки. Сможете получить образование в престижном учреждении. ЦК КПСС и Совет министров СССР в 1960 году приняли постановление об организации в Москве Университета Дружбы Народов, который с 1961 по 1992 годы носил имя Патрисы Лумумбы, конголесского политического и общественного деятеля. В 1992 году решением правительства Российской Федерации ВУЗ переименовали в Российский Университет Дружбы Народов. Львы внесете существенный вклад в развитие бизнеса. В США в 1850 году запатентовали первую счетную машину «Арифмометр». Машина для арифметических вычислений была изобретена французским математиком Паскалем в 1641 году. Однако первую практическую машину, выполняющую четыре арифметических действия, построил немецкий часовой мастер Ганн в 1790 году. А через сто лет шведско-русский механик Однер наладил производство русских счетных машин. Они и послужили прототипом последующих моделей арифмометра. Девы, примите участие в грандиозном проекте. В Торонто в 1973 году началось сооружение башни «Сиэн Тауэр». Она считалась самой высокой в мире с 1975 по 2007 год. Башня является символом города. Ежегодно «Сиэн Тауэр» посещает свыше двух миллионов человек. Весы. Благоприятствующий день для гурманов. Появится возможность отведать множество изысканных кушаний. В Москве в 1901 году состоялось торжественное открытие роскошного магазина с названием «Магазин Елисеева» и погреба русских и иностранных вин. Для Москвы этот магазин стал меккой изысканной гастрономией. Скорпионы, сменив место жительства, обретете славу. Между Берлином и Веймаром в 1919 году начались первые в Европе регулярные авиарейсы. Во второй половине XIII – начале XIX века Веймар являлся крупным центром германского просвещения. С 1799 года по 1805 здесь жил немецкий поэт, философ, историк и драматург Фридрих Шиллер. Вместе с Гетте он основал Веймарский театр, ставший ведущим театром Германии. Стрельцы. Представите зрителям красочный продукт творчества. Премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пенн» состоялась в 1953 году. Первые наброски персонажей Питера Пена появились в студии Диснея еще в 1940 году. В то время художники студии Диснея часто калькировали живых актеров как прообразы для своих мультипликационных героев. Так для маленькой феи Динь-Динь была выбрана прообразом типичная девушка с календаря Маргарет Кэрри. Козероги. Вам будет сопутствовать удача в решении важных вопросов. Во время правления российского императора Александра I в 1803 году была проведена реорганизация народного просвещения. Александр I взошел на престол в 1801 году. В начале правления он провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и Спиранским. Водолеи. Возглавите крупную организацию. Наполеоновский маршал Жан Бернадотт в 1818 году вступил на шведский престол под именем Карла XIV, положив начало ныне правящей династии. Еще в 1810 году Риксдак избрал Бернадотта кронпринцем Швеции. После принятия им лютеранства его представили собрание государственных чинов в Стокгольме, а затем он был усыновлен королем Карлом XIII. С этого времени Бернадотт стал регентом, а фактически правителем Швеции, на престол который официально вступил только в 1818 году. Рыбы. Засвидетельствуйте исторический факт. СССР в 1961 году запустил самый тяжелый в истории спутник. Его вес составлял более 7 тонн. Намереваясь вкусно поесть, помните одну простую истину, сказанную сирийским ученым-энциклопедистом Абульфараджем. Обильная еда вредит телу так же, как изобилие воды вредит посеву. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Субтитры создавал DimaTorzok